Богу, дорогая церковь, я буду читать послание к евреям, 11 главу с 1 стиха. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. В ней свидетельственны древние. Верой упознаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. И 8 стих. Веру Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел, получить наследие и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сынаследником того же обетования. Аминь. Все мы, братья и сестры, с вами здесь собрались. Мы все верим в Бога, и основание нашей веры – это Слово Божие. Аминь, братья и сестры. Мы видим, что основание верующего человека, в первую очередь, оно основывается на Божьем Слове, на истине Бога. И Авраам, он услышал это Слово Бога, и он поверил Богу, и он пошел в ту страну, чужую, веря тому Слову, которое сказал ему Господь. Мы также в своей жизни можем видеть, что сегодня мы вместе собрались также здесь на основании Слова Божьего, как Слово Божье говорит единодушно, собирались вместе, назидаемся духовными псаломами, и понимаем, что наша вся христианская жизнь, она основывается на Слове Божьем. И мы понимаем, что многие вещи в нашей жизни, которые мы исповедуем, мы взяли это из Слова Божьего. Из тех стихов Писания, какие-то вещи в нашей жизни, которые мы исповедуем в своей жизни и применяем на практике, и мы понимаем, что основа этому всему – это Божье Слово. Может быть, ты сегодня несешь труд, служение на основании Слова Божьего, как написано, что Бог, какие-то, может быть, служения, которые несешь Господь, он намерение, побуждение, в соответствии с твоей волей побуждал тебя к какому-то служению. Может быть, ты сегодня веришь и исповедуешь, что спасешься ты и весь дом твой, и несешь долгое время молитвы Богу. Может быть, ты сегодня находишься в проблеме, в каких-то переживаниях, и ты получил откровение Слова Божьего, что Господь, Он выйдет и поможет тебе. И многие другие вещи мы видим, что на основании Слова Божьего Господь, Он говорил к народу Своему, Он давал обетование, Он имел этот личный диалог с каждым из нас. И мы видим жизнь Авраама, как он, проживая свою жизнь, он верил Богу. И несмотря на то, что когда Господь ему сказал, что у него родится сын, и он долгое время, более 14 лет, у него не было детей, но он верил, доверял Богу, но какой-то проходил промежуток времени в его жизни. И может быть, братья и сестры, сегодня ты, ходя за Богом долгие годы, может не видишь ответа на те обетования, которые Господь говорит. Может быть, ты долгое время смотришь свою жизнь, а ответа не приходит, и, братья и сестры, я прочитаю, это будет послание Акова, 1 глава, 6 по 8 стих. «Но допросить с верою немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двояющимся мыслями, не тверд во всех путях своих. Аминь». Мы видим, что когда мы приходим к Богу в молитве, могут приходить сомнения. Могут приходить какие-то переживания, особенно когда долгое время человек, он не видит, может, какого-то результата в своей жизни, в его жизнь могут приходить сомнения. Мы знаем, что когда Ева была в саду, к ней пришел змей, и он начал ставить под сомнение Слово Божие. А подлинно ли сказал Бог, умрете ли вы? И, может, в твоей жизни ты сегодня начинаешь сомневаться, может быть, ты смотришь и думаешь, а действительно ли это работает в моей жизни? Я прочитаю значение слова «сомнение». Сомнением называется чувство, которое вы испытываете, когда точно не знаете, что кто-либо прав или что-либо соответствует действительности. Это большие и серьезные сомнения, сомнения в чьей-либо правильности, сомнения в чьих-либо способностях. Сомнение берет, мучает и не покидает кого-либо. Также прочитаю, что такое двоедушие. Это нравственное качество личности, выражающееся в расхождении у человека слова и дела, в двойной морали, в двойном стандарте поведения. Двоедушный человек неискрен, хитер, лжив и приспосабливается к конкретным условиям, действует и говорит в зависимости от обстоятельств. Мы видим, что Слово Божье говорит, что такой человек он не получит от Господа, если он будет двоедушным, если он будет сомневаться. И, братья и сестры, я заметил, знаете, какой такой интересный момент. Бог сказал Авраму, что в Исааке наречется тебе семя, что именно в Исааке будет благословение и потомство. И Господь вдруг говорит ему, иди и принеси своего сына в жертву. И Аврам берет сына, дрова, и он идет туда, на эту гору. И мы видим, и в Библии написано, что он не сомневался. И просто смотришь на его жизнь, и там также сказано, что он верил Богу, что он даже способен его воскресить из мертвых. Он знал, что именно в Исааке будет благословение, но он настолько был уверен в своей жизни и в Боге, что если Господь сказал ему принести в жертву, он настолько не сомневался в Боге, что действительно Бог, он не отречется от своих слов, что действительно в нем жила такая большая вера, что если даже и придется принести сына в жертву, то Господь его способен воскресить из мертвых. Я заметил такую закономерность, что сомнение — это все-таки не просто, когда человек может сомневаться, думает, но сомнение — это бездействие. Когда человек, он в этих сомнениях, он перестает делать определенные вещи. Мы понимаем, что когда человек сомневается, он вдруг как бы стопорится и стоит на месте. Он находится в каких-то размышлениях, раздумьях. Вместо того, чтобы действовать, вместо того, чтобы подпринять какие-то усилия, человек, он находится как бы в этом страхе и в ступоре. И мы видим, насколько Божье Слово говорит, что нужно убрать эти сомнения, какие-то переживания. Послание Якова, 1 глава 6 стиха. «Он допросит с верою, немало не сомневаясь». Мы видим, что Яков говорит «просит с верою, немало не сомневаясь». Не просто, может, где-то в мыслях, но, братья и сестры, мы все верим, да, допустим, что грех — это убийство, да, и мы никого, можно так простыми словами сказать, мы не убиваем. Но какие-то вещи, может, в твоей жизни, те обетования, которые ты, может, долгие годы нес, служение, труд, молитвы, ты как бы веришь, ты можешь приходить в церковь, ты можешь соглашаться с тем, что Господь, Он силен спасти. Ты можешь соглашаться с тем, что Господь сильно что-то совершит в твоей жизни, но при этом в это же время ты можешь абсолютно бездействовать в своей жизни. Ты можешь верить, да, Господь вам будет спасать моих родственников, но твоя вера, она без дела, она мертва. Молитвы твои, они не возносятся. Да, ты веришь, но, как апостол Павел говорит, покажи веру из дела своих. Если ты действительно веруешь, то Господь может в твоей жизни сделать, а что ты делаешь сегодня в своей жизни? Я прочитаю, это будет местописание послания Акова, 2 глава, 14 стиха. Что пользы братьям, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им, иди, с миром грейся и питайся, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имея дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе мою веру из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдывался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействует делам его? И делами вера достигла совершенства. Аминь. Может быть, ты в своей жизни несешь многие переживания, трудности, и Господь говорит, послушай, а ты, Исаака, понеси мне в жертву. А ты понимаешь, что, может быть, Господь тебе обещал в этом, что именно в этом будет для тебя благословение. И ты смотришь, может быть, Господь обещал тебе еще что-то, и многие вещи говорит, а ты смотришь, а в жизни все не так происходит. Ты смотришь, что тебе нужно нести Исаака на жертвенник, но ты понимаешь, что именно в Исааке сегодня будет для тебя благословение. Братья и сестры, мы видим, что Слово Божие, оно сегодня побуждает нас к действию. Оно сегодня побуждает нас предпринимать усилия, старания и подтверждать наши слова. Мы видим, мы читали, что двоедушный человек – это тот, который говорит одно, а делает другое. И мы понимаем, что именно эта вера, которая без дел, она мертва. Ты можешь сегодня приходить на служение и петь, что Господь прощает грехи, и при этом, может быть, продолжая жить в грехе. Ты можешь многие вещи делать и говорить, да, Господь так может, но послушай, посмотри сегодня в свое сердце и будь честен самим собою. Так ли это есть на самом деле? Действительно ли твоя вера, она живая? Или, может быть, давно-давно уже в твоем сердце вера, она мертвая? Ты смотришь, может быть, на свою жизнь, на свои дела. Может быть, Слово Божие уже тебя не вдохновляет, ты его, может, где-то уже давно оставил на полке, потому что вера твоя, она умерла. Ты, может быть, уже не веришь, что Господь, Он может что-то совершить в твоей жизни. Но, братья и сестры, я хочу вам сказать хорошую новость, что наш Иисус Господь, Он жив. Аминь, братья и сестры. И в Библии написано и сказано, что начальник и свершитель веры – это Иисус Христос, братья и сестры. И сегодня мы будем принимать хлебопреломление. Сегодня мы будем прикасаться к Иисусу Христу, который сегодня способен оживить твою веру, который сегодня способен Духом Святым дать тебе эти силы, чтобы действительно твоя вера, она жила, чтобы действительно в твоем сердце начали происходить чудеса, знамения, как в жизни может быть Моисея, когда он проходил, когда Господь его вел, и он верил Богу, он был послушен. Когда Господь ему говорил, он это делал, он совершал, и он видел чудеса в жизни своей. И эта вера, она была живая, братья и сестры. Я верю, что Господь, Он сегодня хочет, чтобы также и наша вера, она была живая. Чтобы и наши слова, и наши дела, они не расходились, братья и сестры. Чтобы действительно мы были способны верить Богу, как верил Богу Авраам, братья и сестры. Это действительно, когда ты смотришь на жизнь этого человека, насколько он верил Богу, пошел в чужую страну, жил в шатрах, веря, что это будет земля обитования. Он настолько верил Богу, что сына своего единородного, единственного, он был готов отдать в жертву. Он был готов знать, что... Он настолько был верен, братья и сестры, я, к сожалению, может, к сыду своему скажу, но я не настолько, может быть, достиг веры, чтобы настолько верить Богу. Но как бы, братья и сестры, сегодня хотелось нам вместе настолько довериться Богу, настолько верить Ему, настолько быть уверены в Нем, что наша жизнь сокрыта в Нем, братья и сестры. Мы столько мест знаем Писание, где Господь говорит, что я не оставлю тебя, я не покину, не заботься о том, о чем есть, во что одеться. Но насколько сегодня действительно оно сходится с нашей жизнью, насколько мы сегодня не заботимся. Или, может быть, суета и суета, и ты переживаешь, а как я прокормлю, а как я там буду, как я что. И как бы ты веришь Богу, но вера твоя мертва. Потому что дела, они абсолютно расходятся с тем, что говорит тебе Господь. Я прочитаю еще Послание Якова, 1 глава, 3 стиха. Знание, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Мы видим, что порой Господь, Он испытывает твою веру. Может быть, не приходят ответы, еще что-то, но узнай, что это Господь, Он сегодня тебя испытывает, чтобы выработать тебе совершенные качества терпения. Мы видим, это сам Господь говорит, чтобы ты был совершенным человеком. Чтобы, несмотря на какие-то обстоятельства, трудности, ты имел эту твердую веру, как эту веру имел Авраам. И как многие мы читали в Библии, люди Божьи, которые имели эту веру. Я хочу еще в заключение прочитать Притчи Соломона, 3 глава, 6 стих. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. И еще прочитаю Притчи Соломона, 3 глава, 5 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глаза твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравим для тела твое и питанием для костей твоих. Аминь. Послушай, Господь говорит, не полагайся на разум свой. Люди этого мира, они сегодня только и полагаются. Это на опыт, на знания, на себя, на разум свой. А Господь, Он говорит, не полагайся сегодня на разум свой. Но доверь сегодня свою жизнь Богу, потому что мы знаем и многие места, и Господь говорит, Он печется о нас. И насколько сегодня, братья и сестры, это слово будет работать, это зависит только от тебя. Насколько сегодня это слово будет работать в твоей жизни, братья и сестры, это зависит только от тебя. Насколько ты будешь это слово принимать, и это слышанное слово растворять верою. веруясь делами, и Господь говорит, что во всех путях своих познавай Его. На работе, может быть, ты работаешь, ищи Его, познавай. В семье, в разных-разных обстоятельствах сегодня Господь, Он говорит, познавай меня. И мы знаем, в других местах Писания написано, Господь говорит, что ищущим Его Господь воздает. И еще перед хлебоприловлением, братья и сестры, хотелось бы, склоняя колени нашей, молиться и действительно искать нашего Господа всем сердцем. Субтитры подогнал «Симон»